Сегодня немножко обратная связь с теми, кто что-то писал, комментируя весьма неудачно то, что я пытаюсь показать. Дело в том, что люди почему-то предпочитают считать, что если показывают что-то из боевых искусств, то это такая демонстрация крутизны. Человек хочет себе представить как сумасшедший, крутого человека, крутого специалиста боевых искусств, который может сломать кого угодно. И мне какой-то недоносок пишет, что да тебя бы Емельяненко бы там сломал бы. Ну конечно бы сломал бы, только он никогда не сломает, потому что не собирается со мной вступать в какой-то поединок. Да и я не собираюсь вообще как-то приличным людям друг друга ломать нет никакого смысла. Ну если вот выходят они на единоборство, да, там они показывают то, чего стоит. Но там тоже подбирают, там есть правила, там есть весовые категории, там есть категории классности. С новичком никто не будет выставлять мастера международного класса. Я не представляю никакой спортивной категории, у меня нет никаких заслуг спортивного характера. Я не выходил на соревнования и не бил никому там морду. В юности, да, выступал по самбо, по дзюдо, и там были победы. Но никаких существенных показателей я не добился. Это просто было связано с тем, что у меня другая профессия. У кого профессия боевое искусство, конечно, он достигает гораздо больше. Я показываю некие средние какие-то достижения, которые могу продемонстрировать, могу чему-то обучить других. Потому что в течение многих лет тренируюсь. В основном занимаюсь каратэ, но занимался айкидо некоторыми другими видами. Поэтому что-то могу показать, что-то понял. То, что может понять и любой человек среднего уровня мастерства. Не чемпион международного уровня, не прославленный тренер, а человек, который может в порядке своих увлечений добиться того, что добился и я, получив черный пояс в школе Михаила Степина по шатакан-каратэ-до. Дачное каратэ – это попытка привлечь людей тоже заниматься боевыми искусствами, не более того. И, конечно, здесь еще есть элемент юмора. Я некоторые вещи с юмором показываю. Ну, кому придется организовывать соревнования по раздроблению кочана капусты. Мне пишут, вот если бы ты кирпичи разбивал. Все разбивают кирпичи. Я просто взял кочан капусты и показал, как его можно разбить кулаком и как это тяжело. И что, например, невозможно разбить кулаком пластиковую бутыль с водой, которая закрыта, и ничем ты ее не разобьешь ни рукой, ни ногой. И даже там разбить какой-то палкой ножом можно, наверное, прорезать. Не пробовал, но можно как-нибудь провести эксперимент. Вот я провожу какие-то эксперименты, что-то показываю. И тем, кому это нравится, пожалуйста, смотрите. Кому это неинтересно или кто считает себя таким замечательным мастером, которому все это не нужно, ну, займитесь чем-нибудь другим. И другим не надо смотреть то, что показываю я. В особенности эти бессмысленные комментарии. Вот, ну, у нас там один пишет, да, все это ерунда, то, что ты показываешь. Вот удар в горло и удар в пах. Все, больше ничего не существует. И в этом все боевые искусства. И когда я ему там говорю, ну, ты понимаешь, что ты пишешь, там, что ты вообще о себе думаешь. Он мне говорит, у, я даже вооруженных преступников брал этими приемами. Это все ментовские штучки. Подойти к человеку, который не ожидает. Раз ему в горло дал, и, конечно, там можно и убить, потому что сломаешь трахею, и человек задохнется, если ему не будет оказана первая помощь. Это довольно сложно. Да, тот же самый удар, это вот удар, можно сказать, похожий на УДУК. Удар обратный, более простой, более ясный. Тоже удар, достаточно не сильного удара в горло. Их будет стоять здесь со своими руками, если он будет готов к бору. А если он не готов, то зачем же вы его бьете? Ну, разве это является нашей целью, показать, как человека можно убить? Ну, знаете, можно подкрасться сзади и ножом там вырезать печень. Это тактика, там, спецназа, там, в боевых условиях. Мы этому не учим и не собираемся. Мы просто показываем, что можно заниматься боевыми искусствами, можно постоять за себя, можно многое знать, многое уметь. Здесь, ну да, есть, можно и коленями тут учиться, да. Прихватил, прихватил за шею. Но здесь важно держать локти поуже, чтобы самому не получить вот этот вот удар. Схватил, а тебе между руками пробили локтем подбородок. Или если промахнулись мимо подбородка, попасть в нос, и он превратится в такую лепешку на всю оставшуюся жизнь. Будет сломана носовая перегородка. Вот у меня слегка сломана, но так внешне незаметно. Но, по-первых, дышать в первые месяцы было тяжело, когда сломали мне случайные драки. Шпанатом прицепилась. Поэтому схватили локти, локти поблилили. И удары. И смотрите, куда бить, если руки стоят здесь. Нужно удар сбоку. Сбоку удар. Ну вот он. И смотрите еще, чем бить. Вот коленка с внутренней стороны мягкая, а с внешней стороны такая косточка выступает. Вот если вы ей попадете, вы можете что-то сломать. А здесь смягчение будет. Здесь удар как будто, как говорится, с пыльным мешком. Тяжелый, но мягкий. Вот, поэтому, если бьете прямой, то можете чуть-чуть его, чуть-чуть развернуть внешней стороной наружу стопу. Тогда у вас пойдет косточка вперед. Вот, кот с руками закроется. Печень может не успеть. Вот и здесь еще. Раз, два, три, четыре. Да, боевые все. Боевое применение. На обычных людях, ну, в исключительных случаях. Желательно только на преступниках. Если он преступник, вы его хотите остановить, то тогда дело понятное. Но если он обычный человек, и вы вдруг ему в горло бьете, это с какой же стати-то? Да, понятно, есть и удар, и удар в пах. Но у нас есть инстинктивное движение, мы бедром загораживаемся. Попасть в пах, в общем-то, очень сложно, если человек готов к тому, что он сражается против противника. Вот, поэтому, можно, конечно, и в пах ударить. Почему нет? Если ситуация такая, что вам надо свою жизнь спасать, не только честь и достоинство, да, в общем, в обычных ситуациях можно обойтись и чем-то не менее мощным, но, как бы, сохраняющим человеку жизнедостоинство и возможность рожать детей в будущем. Ну, удар, да. Удар локтем, очень мощный удар, да. Придержали противника и проломили ему там, пусть ключицу ударили, он больше ничего не сможет. Конечно, будет перелом, но он, по крайней мере, не потеряет рассудок, потому что если попадете ему в висок, то он может и умереть. Вот так ударили пожестче. Вот. Либо вперед с шагом ногой, стояли где-то, отдаление пробили, да. Стояли, пробили. Удар жесткий, да. Недавно мы тоже тренировали, отбили, отбили противника, отбили удар противника и атаковали снизу челюсть. Тут сильного удара не надо, если попадает, то все, уже конец. А если, ну, конец в смысле нокаут, а если не попадаете, то зачем бить сильно и не попадать? Бить не сильно, короткий, не сильный удар. Вот вас притесняют, там, кто за грудки берет. Удар. Все. Можно сказать, что на этом все закончилось, но бедительность терять не надо. Даже противник упал, порачиваться к нему спиной, радостно идти, как будто вы на ринге. Не стоит, потому что были такие случаи. В Кавказе всегда в кармане какой-нибудь нож есть. Вот. Это такой у них принцип. И могут иногда и в спину воткнуть. Не скажу, что это чисто кавказский принцип бить ножом в спину, но среди конфликтов, так называемых, межнациональных, зачастую это происходит. Да, конечно, можно научиться и тому, как тихо снять часового подкрасться. Он вообще ничего не сможет сделать. Тут даже элементов поединка нет. А в гражданской ситуации элементы поединка могут быть. Могут быть. Если вас там где-то задели или вас обложили, вас хотят унизить, оскорбить, избить, там, отнять что-то. Вы можете за себя постоять. И с использованием предметов каких-то, которые вокруг вас находятся, и с тем пониманием ситуации, которая складывается в результате длительного занятия боевыми искусствами. Вот может быть, что-то из тех уроков, которые я преподношу, вы примените и в своей жизни когда-нибудь. Но, конечно, реально применится только то, чем вы действительно овладели, чем вы занимались в течение какого-то длительного срока. Еще один чудак мне пишет, что вот вы палкой вращаете. Сейчас возьму палку. Вот. И вращение ваше ничего не стоит. Вот. Да. Ну, вращаю я палку. Ну, что тут такого? Это несложно. Возьмите палку, поворачивайте. Немножко освоите ее. Немножко поймете, как можно двигаться вместе с палкой. Все, в общем-то, достаточно несложно. Но чуть-чуть сложнее вращение за спиной. Я показывал это в каком-то своем ролике. И мне человек говорит, вы знаете, вы совершенно неправильно вращаете палку. Почему? А вы возьмите лом поворачивайте. Давайте возьмем лом поворачиваем. Ну, господа, кто будет вращать лом? Зачем это нужно? Ну, лом можно превратить, конечно, в боевое искусство. В какой-то элемент боевого искусства. Вот у меня лом. Здоровый лом. Конечно, можно нанести какой-то удар. Вот вы работали лом. К вам подходит пара преступников. Ну, вот дали одному в голову. Он может умереть от этого. Ну, в живот дали. Хорошо. Ну, вращать. Ну, можно вращать. Ну, можно вращать. Вот. Пожалуйста, Зачем это нужно? Ну, палка – это то, что вы можете применить. Палок значительно больше вокруг, чем вот таких железных предметов тяжелых. Да, тяжело вращать можно, можно вращать и вокруг себя. Медленнее, потому что это тяжелый предмет, его разогнать тяжело. Да и разгонишь, еще себе по голове попадешь. Не рекомендую повторять. Да, это трудно. Это трудно, лом вращать, но вращать тоже можно. Если очень хочется, пожалуйста, вращайте лом. Как-нибудь по башке себе попадете этим ломом, будет вам весело на всю оставшуюся жизнь. Ну, вот я могу как-то вращать, могу. Тяжело, жуть. Зачем это, я не знаю, я не знаю. Лом, конечно, это так для юмора я как-то однажды показал, что можно и ломом что-то сделать. Но медленные движения, пока вы что-то ломом сделаете, надо мощно приложить, мощные усилия. И не так все быстро, да? Скорее корпусом вы сработаете, чем руками разгоните лом. Вот, можно, конечно, вложившись что-то нанести. Но с палкой-то проще, господа. Палка-то быстрее. Вот печок так же, как и рукой, можно сделать. Перчатки сниму, больше к лому возвращаться не буду. Да, вот палочкой, палочкой поработать одно удовольствие. Работа примерно такая же, как мечом. Только мечом надо направлять острее. А здесь, ну, просто поработать, тут ничего сложного нет. Да, могут быть движения тычковые, наотмашь, да? С одной стороны, с другой стороны. Вот для этого у нас вот эта штучка. Видно, нет? Вот, да, можно по ногам ударить, можно в голову, можно тычком. Тоже на далекой дистанции можем работать. Да, вот достаточно. Ну, заметим, палочка не самая большая, да? Вот она мне, меньше, чем по плечу. А работать можно на расстоянии довольно удаленном. Я думаю, видно, вот насколько, да? Можно ткнуть, выбить лишние мозги или то место, где мозгов нет, освободить. То есть я здесь держу, я здесь держу руки довольно близко. Но я должен легко исправлять ситуацию, потому что противник может приблизиться. Я, например, промахнул с палкой, противник приблизился. Ну, тогда я могу здесь бить уже другими ударами. Ну, вот такой, такой попури. Из некоторых предметов, с которыми мы раньше работали, сейчас покажем, да? Естественно, что палку можно держать так, можно держать так. Здесь проще наносить удары, и тычковые, и другие. Но если у вас обратный хват, то здесь надо осторожничать, потому что вы можете выбить себе руку этим ударом. То есть здесь примерно то же самое, как вы били бы локтем. Но рука должна быть не больше, чем под 90 градусов. Если вы ударили, то тогда у вас упор хороший здесь. Упор в палку. Палка тоже уперлась в предмет. Здесь упор сохранился. Если вы чуть-чуть вытянули руку, и у вас острый угол получился, у вас вы можете попробовать. У вас вся нагрузка падает на большой палец и разбивает суставы между указательным и большим пальцем. Нагрузка сюда, если вы чуть сломали кисть. Вот это очень нехорошее положение. Поэтому вот так. Как будто вы бьете локтем, у вас дальше движение идет, побудет удар локтем. Если палка длинная, то это приведет к увеличению расстояния. Вот вы ударили, нормально все прошло. Как будто вы бьете локтем. С этой стороны, если на обычный хват, то бьете обычно. Если обе руки так, то это как будто бы работа локтями идет. Никакого острого угла не должно быть. Если вы хотите подальше ударить, тогда вы должны распустить руку вовремя и не оставить палец, который у вас вылетит, вот так выбьет и будет просто тяжелая травма себе. Тогда вы бьете, вы бьете сначала у вас в такое положение, потом перехватываете. В процессе удара хотели ударить подальше. Вот стояли так, ударили, отбили, отбили. Здесь вышли с шагом вперед, изменили положение рук. Ну, это вот чуть-чуть о работе с палкой. Да, показывали мы работу с нунчаку. Тоже, в общем, требуется определенный навык с всякими перехватами за спиной, под плечом, тот под плечом этим. Обратный хват, там, перехват, обратный перехват. Что здесь трудно? Можно тоже себе, вот эти деревянные, такие еще с гранями нунчаку, можно себе попасть по голове. Махнул как-то нехорошо и попал себе по голове. Вот, поэтому нунчаку лучше начинать тренироваться с такими спортивными снарядами, которые более легкие и в таком мягком кожухе. Если попадешь по голове, не так больно будет или вообще не будет больно. Вот так, в общем, все эти упражнения, они, ну, больше цирковые, потому что для реального боя вот это все, что вам надо. Больше вы ничего. Вы один раз попадете, и все. И даже перекладывать из руки в руку вот так вот не надо для реального боя. Это если много противников туда отправили. В принципе, одной рукой можно. Можно перехватить. Раз, два. Удары снизу, сверху. В принципе, одной рукой достаточно. И достаточно одного попадания. И все вот эти пируэты, ну, казалось бы, ну вот зачем это все. Так, в общем-то, и не зачем. Это просто для того, чтобы владеть предметом. Владеть, чувствовать его. Чувствовать его размеры, расстояние, на каком расстоянии он работает. Что вы вообще можете с ним сделать. Вот поэтому нунчак очень хорошо для развития координации. Вот перехваты такие вот. Да, может быть, перехват даже вот. Вот раз через спину. Все очень весело. Перехват здесь, в другую руку, за спиной, за плечом, как угодно. Вот сверху под плечом захват, да. Или по диагонали поменяли просто руки. Вот, по диагонали взяли и сменили руки. Вот поменяли захват. Вот это, в принципе, такое хорошее упражнение на координации. Причем, видите, я не смотрю на то, что я не уперт в то, что тут. Но сначала попробуйте сделать восьмерочку. Потом обратную восьмерочку. Снизу в центр, снизу в центр, снизу в центр. Простейше сверху в центр, а потом снизу в центр. Потом над головой перед собой, над головой перед собой. Вот, простейшие движения. Заодно укрепляется кисть, развивается координация. Все очень, очень хорошо. Ну вот, готовимся к тому, чтобы заняться рубкой. Есть у меня специально для рубки такой клинок. Неказисто изготовленный, поэтому его не жалко и повредить. Но все равно к нему нужно относиться с уважением. Вот так как я беру пальцами, делать ни в коем случае нельзя. Но я это делаю просто для того, чтобы показать. Не надо браться пальцами за клинок, потому что остаются отпечатки. И здесь он начинает ржаветь за счет того кожного жира или кожных кислот, которые есть на руках у каждого человека. Перед тем, как заняться рубкой, рубить мы будем распространенные предметы, а именно бутылки, пластиковые бутылки с водой. Может приготовить любой, поэтому мы этим и пользуемся. Кажется, можно взять клинок, ну, чуть-чуть его подточил и руби себе. Нет, лучше перед каждой рубкой все-таки заниматься подготовкой. Вот есть брусок. С одной стороны более грубый, с другой стороны более тонкий. Вот мы грубой частью чуть-чуть его подтачиваем. Потому что поскольку он точеный, то не требует особых усилий. Вообще, лучше, конечно, какой-то упор на каком-то столе. Здесь не очень удобно. На коленках особенно не поточишь. Неудобно это. Все-таки нужно некое усилие для того, чтобы заточка происходила, и чтобы меч не гнулся. Вот. Потом проходим тонким бруском. Снимаем, возможно, и зазубрины. Так уже аккуратненько. Вот. Ну, клинок, если вы покупаете, то лучше, конечно, посмотреть, насколько он прямой. Ну, вот здесь, можно сказать, идеально прямой. Идеально прямой, хотя и сделан неказисто, заключенными. Вот. Они вытравили тут какую-то японскую надпись. Дракона тут нарисовали. В общем, хорошо, молодцы, сделали. Немножко, правда, ручка подкачала, и ножны немножко не те. Вот. Дальше, следующая стадия подготовки, это протирка маслом. Можно использовать разные виды масла. В данном случае еще важно, что масло отталкивает воду, которая у нас неизменно будет проливаться на клинок, когда мы будем его использовать при рубке пластиковой посуды с водой. Вот. Протираем. В данном случае, почему бы и нет, подсолнечное масло тоже сгодится. После рубки тоже надо будет протереть, высушить. Сначала протереть насухо, потом для подготовки... Для подготовки еще раз к следующему уже, к следующей рубке, или для подготовки к хранению, надо будет еще раз протереть. Ну вот мы приготовили, можно сказать, наш инструмент. Сейчас пойдем рубить. Ну вот, клинок у нас готов. Бутылка стоит. Специально пенечек такой сделан из куска бруса. Хорошо стоит. Можем рубить. Вот хорошо подготовленный клинок, к чему ведет. Видите, срубил, и даже бутылка осталась на месте. Не шелохнулась. Это прекрасно. Следующая бутылка. Здесь срубил, видите, только верхушечку. Попробуем срубить серединку. Вот, обратите внимание, это хорошая рубка, хорошо подготовленный клинок. Резкий удар. Вот здесь с другой стороны получилось не очень хорошо. Разрубить разрубил, но вот на бумаге все это дело повисло. Попробуем все же отрубить с обратной стороны более... Вот, отрубилось хорошо. Ну, в последний момент потерял и равновесие бутылка. Вот, теперь попробуем разрубить по диагонали. Получится? Нет. Получилось не важнецки. Ну и на сегодня последнее. Разрубил хорошо по диагонали, но немножко столкнул, чуть-чуть повел клинком. Вот, надо все время проверять, не выскакивает ли клинок из рукояти, потому что крепление обычно не очень мощное. Вот, сейчас мы клинок вытрем и на этом закончим. Удачное каратэ. До новых встреч. Занимайтесь каратэ, занимайтесь боевыми искусствами. Будьте достойными людьми. Слава России!